Оно точно будет работать? Дементиум. Ужасы на DS. Final Fantasy XIII. Трилогия номер 13. Блю-рей обгоняет конкурентов. Лорд Бритиш полетит в космос. Атаре исполнилось 30 лет. Infinity on Discovery. 10 лет выдержки. Sega Rally. Drive non-stop. Tekken 6 и все-все-все. V уносит Лего. Беовульф. Монстры и чудовища. Nights. Долгожданный сиквел. Valkyrie of the Battlefield. Открытие Tokyo Game Show. Хэллоуин уже рядом. И кажется, у вас появилось занятие поинтереснее вырезания страшных морд на тыквах. Володая студия Renegade Kid почти закончила уникальный хоррор-проект для Nintendo DS. Dementium The Works. Игра расскажет историю мужчины, внезапно очнувшегося в заброшенном госпитале. Больница заморожена во времени, а среди ее обитателей преобладает исчадие ада и эксперименты сумасшедших хирургов. Учитывая, что Dementium создается для карманной приставки, графику можно смело назвать потрясающей. Для лучшего погружения в атмосферу игры стоит вспомнить прогулки в больницу из Silent Hill и события фильма Сеанс 9. Вам будет ну очень страшно. Сложно представить себе серию, более легендарную, чем Final Fantasy. Японский журнал Famitsu поделился некоторыми деталями фабулы Nova Crystallis. Напомню, что именно так называется новая серия игр, куда входят три абсолютно независимых проекта с числовым обозначением 13. Агито для мобильных телефонов и две игры для PlayStation 3. Издание отмечает, что главная героиня, в отличие от девушек из Final Fantasy XII, отличается крутым нравом и отвратительным характером. Больше никаких легких платьиц в песенах под японской карауки и прочих гламурных пребамбасов. Только жестокое месиво в стиле мистера Тарантино. Что касается Final Fantasy Versus XIII, то тут Famitsu уверяет нас, что последнее видео из игры выполнено целиком на движке и точно отражает игровую графику. Кстати, игра вновь вернет нас к противостоянию магии и технологии, черпая боевое вдохновение из фильма Advent Children. Выход первой игры трилогии ожидается осенью 2008 года. Тем временем битва цифровых форматов продолжается. Только один взгляд. Один взгляд. Чтобы понять, как далеко ты можешь пройти, прежде чем DVD. В Европе победитель схватки Blu-ray и HD-DVD уже определился. Несмотря на отказ от поддержки со стороны Paramount Pictures, продажи Blu-ray обогнали конкурента ровно в 4 раза. Европейские студии Universal Film и Studio Canal уже сообщили о желании выпуска новых фильмов именно на Blu-ray дисках. Конечно, пока нельзя однозначно сказать, что HD-DVD проиграет, но боец явно устал. К примеру, американская сеть супермаркетов Target продолжает продажи как DVD, так и HD-DVD-носителей. Однако на прошлой неделе место для Blu-ray проектов было расширено вдвое. И все это после анонса 13 новых блокбастеров в эксклюзивной версии для Голубого Луча. Битва продолжается. Все помнят о том, что глава ID Software Джон Кармак уже третий год строит ракету для коммерческих полетов в космос. Но не быть Кармаку первым игровым разработчиком в космосе. Осенью 2008 года Джона обгонит другая легенда Ричард Гэрриот, также известный под псевдонимом Lord British. Человек, подаривший нам бессмертную вселенную Ultima, а также Lion Age, City of Heroes и Tabula Rasa, отправится на космическую станцию сроком на 5 дней. Таким образом, Гэрриот станет шестым туристом, побывавшим на МКС. Ричард не будет бездельничать в космосе. Его задача — эксперименты над морскими организмами в условиях невесомости. Пожелаем ему удачи! Своё 30-летие празднует мать всех консолей — игровая приставка Atari 2600. Уникальная для 1977 года платформа шла в комплекте с двумя джойстиками и одной игрой на выбор — Combat либо Pac-Man за 199 долларов. Избавившись от своего главного конкурента, от компании Fairchild и собрав собственную библиотеку игр, Atari 2600 стала самым популярным рождественским подарком в 1979 году. Через год продажи удвоились благодаря появлению культового проекта Space Invaders. За свой период существования было продано около 40 миллионов консолей. Официально жизнь приставки прекратилась в 83-м году. Однако игры, которые нам оставила история, всегда можно запустить на многочисленных эмуляторах. Ещё один JRPG-проект от Square Enix попал в поле нашего зрения. Infinity on Discovery создается вместе с командой 3A's, подарившей вам замечательную серию Star Ocean и Valkyrie Profile. Игру, эксклюзивно разрабатываемую для Xbox 360, стоит ожидать где-то во второй половине 2008 года. Идею проекта её создатель Йосихару Гатанда вынашивал последние 10 лет. Бои в Infinity on Discovery, в отличие от большинства игр этого жанра, происходят в реальном времени с возможной паузой. Система взаимодействия с окружающим миром грамотно позаимствована из Mass Effect и Knights of the Old Republic. Сам мир Infinity on Discovery будет постигать изменения и метаморфозы также в реальном времени. А пока проект завершён лишь на 30%, но уже выглядит здорово. У поклонников гоночных игр на улице праздник. В печать ушла Sega Rally. Яркий и красочный проект стал хитом задолго до своего выхода благодаря грамотной пиар-компании и аркадным автоматам Sega. Ключевым достоинством игры стало физическое взаимодействие трассы и машины. Разработчики из Sega особенно подчёркивают реалистичность заездов и первое в истории симуляторов образование колеи от машины, которое влияет на игровой процесс. Грязь, снег, гололёд или песок влияют на поведение автомобиля. Каждый поворот по-своему уникален, и чтобы вписаться в него на большой скорости, при этом не влетев в кювет, необходимы многочисленные тренировки. Первая версия игры появилась на компьютерах буквально несколько дней назад, и вот теперь выходит на PSP, PlayStation 3 и Xbox 360. На территории СНГ за распространение игры отвечает компания SoftClub. В прошлом выпуске подкаста мы рассказали вам о Soul Calibur, а сегодня познакомим вас с другим проектом нам Кубандай Tekken. Новый, шестой эпизод сериала готовится для PlayStation 3. Значительно обновлённая графика, анимация, море динамики и куча игровых персонажей. Сюжет завязан вокруг шестого чемпионата King of Fire and Fist Tournament, где вновь встретятся Хейхачи Мисима и Джин Касама. В чемпионате смогли принять участие все желающие лёгкой наживы, славы или мести. Чего стоит один толстяк Боб или товарищ Драгунов? Кроме того, в игре планируется 40 бойцов, среди которых все старые герои плюс 4 счастливых новичка. Стоит отметить, что система комбо и джагглов претерпела некоторые изменения, и теперь упор сделан в сторону тактической модели ведения боя. Студент из Пенсильванского университета Карнеги Мелон заставил своего лего-робота двигаться с помощью приставки Nintendo Wii. Простая машинка из конструктора лего смогла подчиняться парню после ряда манипуляций. Пара контроллеров Wi-Mode и Non-Chuck по Bluetooth соединяется с MacBook Pro, затем обрабатываются программой Darwin Remote Software. После этого сигнал с координатами движения уходит к роботу. Управляемую видеокамеру на роботе находчивый студент подключил к Маку через TV-тюнер. Каждой кнопке контроллера соответствует отдельное действие. Похоже, что Nintendo создала поистине революционное устройство. В российском прокате картина Роберта Зимекиса «Беовульф» стартует лишь в конце декабря, зато одноименная игра доберется до прилавков магазинов гораздо раньше. «Беовульф The Game» — проект, созданный по фильму, в свою очередь сделанному по англо-саксонской эпической поэме. Эта история уже имела несколько киноадаптаций, но это станет самой грандиозной. Посудите сами, при бюджете в 70 миллионов Зимекис пригласил команду таких звезд, как Анжелина Джоли и Энтони Хопкинс. Фильм и игра расскажут историю «Беовульфа», могучего скандинавского воина, к которому начертана судьба сразиться с чудящим Грендалем, наводящим ужас на деревушке и города Северного Королевства. Игра значительно расширит сюжетную линию, затронутую фильмом, и предложит интерактивное знакомство с 30-ю годами жизни «Беовульфа». Жуткие монстры, бесчисленные противники и динамическая система боя обещают поддерживать интерес к игре вплоть до ее финала. Созданием проекта занимается команда из Ubisoft, ранее обрадовавшая нас Ghost Recon Advance Warfighter. Выход игры запланирован на 30 ноября этого года на всех платформах сразу. Night's Journey of Dreams все ближе к релизу, и мы с радостью готовы поделиться с вами новыми подробностями. Journey of Dreams является продолжением Night into Dreams для Sega Saturn 1996 года выпуска и проходит в уже знакомом фанатам мире Найтопия, вновь попавшем под нападение существ Найт Марин. Чтобы спасти вселенную, игрокам предстоит управлять акробатическими полетами андрогинного персонажа Найтс. Директором проекта является создатель Sonic Adventure и директор Sonic Team Takahashi Izuka. Игра создается эксклюзивно для Nintendo Wii и поддерживает оба контроллера приставки, а также классические джойстики от GameCube. Среди новых возможностей стоит отметить онлайн-режим, а также сплит-скрин для нескольких геймеров на одной консоли. Возможность поиграть в новых Найтс появится в первом квартале будущего года. Еще один горячий эксклюзив от Sega на этот раз для PlayStation 3 появится в продаже весной 2008 года. Стратегическая ролевая игра Walkery of the Battlefield Galion Chronicles перенесет вас в страну Галлия. Расположившаяся на просторах вымышленной Европы государства оказывается между двух огней. Соответственно, игрокам необходимо взять под свой контроль отважных защитников Галлии и дать отпор кровавым захватчикам. Одной из самых сильных сторон Walkery of the Battlefield является графика. Созданная в стиле карандашных набросков на бумаге и сел-шеддинг, картинка игры сравнима с аниме-проектами студии Гибли. А теперь добавьте сюда Medal of Honor, Final Fantasy Tactics и Socom и немного Jagged Aliens, и вы получите примерное представление о будущем шедевре. Игровой процесс битв в Валкири можно сравнить с Final Fantasy Tactics или Jagged Aliens. Поле боя разделено на квадраты, и у каждого персонажа есть ограниченное количество перемещений по нему. К примеру, перейдя на пять клеток, снайпер может лечь и выстрелить, но это совсем не значит, что выстрел будет совершен оптимально. Ведь добраться до крыши здания за пять шагов попросту невозможно. Движения персонажей и другие действия происходят поочередно и ограничиваются количеством очков действия. Важно заметить, что пока ходит ваш игрок, он может получить люлей от соперника. Наличие очков действия в игре зависит от профессии персонажа, что создает еще одну параллель с шахматами. Эта игровая схема Galen Chronicles основана на унифицированной пошаговой системе, названной Blitz – Battle of Life Tactical Zones. От выбора персонажа и его оснащения в каждом бою зависит и успех сражения. Пулемет и винтовка – самые главные враги гранатометчиков, в то время как большая базука легко справится с танком. Последний, в свою очередь, смертельно опасен для всех, однако имеет малое количество очков действия, а также несколько легко уязвимых мест. Важную роль в поединках с врагами играет непосредственное поле боя. Оказавшись на возвышенности или хорошо защищенной локации, персонажам будет несложно вынести превосходящий по силам атлет противника. Положительным моментом игрового процесса является отсутствие плоских одинаковых площадок за всегда темп пошаговых игр. Вместо этого вас ждут разнообразные и интересные с тактической точки зрения локации. На этой радостной новости сегодняшний подкаст объявляется закрытым. Смотрите нас ровно через неделю. Напомню только, что спонсор подкаста – новый тариф Gamer. Gamer разработан специально для тех, кто ни на секунду не выключается из игры. В твоем мобильном будет все самое необходимое, чтобы не отвлекаться от любимого процесса. Теперь ты будешь в игре всегда и везде. С вами был Орех. До встречи! Студент из Пенсильванского уни... Ты двини и говори. Хорошо. Студент из Пенсильванского университета... Та! Натальника. Натальника.